В этот гостеприимный дом на время лечения из самых отдаленных уголков России приезжают те, кто остро нуждается в оказании медицинской помощи. Съемочная группа нашего телеканала побывала в Доме Милосердия, что в подмосковном городе Жуковском. Этот проект организован благотворительным фондом «Русская береза». Рассказывает Эльвира Гордеева. Два месяца многодетная семья Бразгинов из Ростовской области провела здесь, в уютном гостевом Доме Милосердия города Жуковский. И привело их сюда нежелание полюбоваться красотами белокаменной. О несчастье, случившееся несколько лет назад с одним из детей Натальей Ильиничной. Мы приехали на операцию с ребенком. Мы ей делали операцию на головку. У нее лысина на голове. После пожара волосы не растут. Что пережила в своей жизни маленькая Вика, страдающая заболеванием ДЦП, не пожелаешь даже врагу. При пожаре в доме она получила многочисленные ожоги головы, шеи и полностью лишилась волос. Нужна была дорогостоящая операция, оплатить которую мама девочки была не в состоянии. Ведь на ее попечении еще две дочери. Старшей Еришке 11 лет, младшей Машеньке нет и трех. Узнав, что в Подмосковье существует благотворительный фонд «Русская береза», помогающий малобеспеченным жителям из российской глубинки, написала письмо и попросила о помощи. И ей не отказали. Пригласили в Шуковский. Фонд взял на себя все расходы на время реабилитационного периода по переезду Натальи Бразгиной и всех ее дочерей, предоставлению жилья, питанию, оплате операции восьмилетней Вики. Наши подопечные попадают к нам в фонд и в дом милосердия, а сразу попадают под нашу защиту. Мы встречаем на вокзале, мы провожаем в дом милосердия. Здесь оказывается самый радушный прием, чтобы подопечные почувствовали себя как дома, а может быть даже и лучше. Дом милосердия – это большая квартира в жилом доме Жуковского, где есть все необходимое для комфортного пребывания гостей. Для детей много книг, игрушек, развивающих игр. Еду готовит повар. И с детьми, когда мама находится в стационаре, занимается няня. Есть и водитель. В течение года фонд может принять в гостевом доме милосердия 20-25 семей из регионов. Многие, по медицинским показаниям, для полного завершения реабилитации приезжают сюда по два, а то и по три раза. Эти квартиры большие, а много семей принять мы просто не можем. Почему? Объясню. Потому что это реально очень нужно срезать. Потому что это операции платные, это реабилитация платная, это и здесь содержание. И потом не хочется, чтобы дети просто здесь приехали и сидели. То есть вышли во двор и все. То есть это нужно тоже там и свозить. Ну, нам уже сделали операцию. Остались снять швы с головы и все. Подмышкой тоже убрали рубец на голове. Пересадку сделали. Ну, все, нам осталось чуть-чуть. Через недельку с ним ушел, наверное, и домой поедем. Покидая этот теплый и гостеприимный островок милосердия, от телеканала «Союз» мы подарили всем детям семьи Бразгиных и еще двум подопечным фонда пенсионерам небольшие рождественские подарки. Конфеты, фрукты, мягкие игрушки. Если среди телезрителей канала найдутся, желающие оказать посильную помощь фонду «Русская береза» и его подопечным, Господь возблагодарит вас за ваше милосердие и сострадание.